Вот самое суперское место в парке. Добрый вечер. Это не пожар, это источники. Пахнет, кстати, абсолютно нормально, надо посмотреть как там это все выглядит и принять решение купаться там или что. А что предполагается, в чем купание? Ну не здесь, это снизу. А, ну мы пришли просто посмотреть, что угарно выглядит. Вот. Тихо, струна в это местечко. Приветик. Приветик. Пошли с нами. А, тут что, одновременная река и источники эти нифига? Угу. 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 Ага. А, там как что-то уже везде тебе. Что такое? уже ноябрь, не бухабрь. Вот, я решил так попробовать. Есть у меня кое-какая идея. Называется выжить на 100 тысяч рублей в месяц. Звучит, может быть, странно. Давайте сейчас дойду до тихого места и расскажу. Просто хотел показать, как солнце светит 31 октября. Из-за чего вообще подумал о такой теме, чтобы как-то ограничить бюджет? Ну, у меня есть определенный процент от дохода, который я стараюсь всегда откладывать. Когда у меня не получается в него уложиться, то я прям сильно расстраиваюсь. Ну и плюс к этому меня подбешивают, конечно, ситуации, когда вот, например, мы переезжали. Хотя, с другой стороны, я отдал тогда 1000 долларов, чтобы забронировать вот эту хату на, получается, один месяц, внести одну предоплату и еще 100 баксов в залог за порчу какого-нибудь имущества. А я должен был заплатить за старую 700. То есть, в принципе, я потратил на 300 баксов больше, но это 30 тысяч рублей. Это, ну, уже существенная сумма. Потом у меня была днюха, да. Ну, как бы, не знаю, я вот ходил, у меня было такое ощущение, что вот я, типа, ничего не сделал на днюху. И, как бы, это неправильно. То есть, нужно чем-то себя порадовать. Вот. А сейчас у меня идея эксперимента. Ксюха уехала, да. То есть, у меня нет источник трат исчез. Ну, не совсем. Нельзя прямо вот так сказать. Ну, конечно же, я с ней чаще оказывался где-то, допустим, не дома и хотелось покушать. Да, там какие-то кафешки, там, туда-сюда. Причем это здесь может быть 4 тысячи рублей на двоих за обычный перекус. Абсолютно нормальная такая ситуация. Ну, то есть, это не нормально. Хотя я давно не был в России, но почему-то мне кажется, что здесь дороже, чем в Москве просто вот зайти перекусить. Причем даже какие-то базовые вещи. Я вот несколько лет не веду прям сильный учет всех расходов. То есть, одно время я прям записывал каждую трату и потом анализировал, типа, на что я потратил. Сейчас я хочу попробовать провести такой эксперимент. Ну, вот смотрите, у меня точно есть трата. 450 долларов в месяц мне нужно заплатить за квартиру. С этим вообще ничего не сделаешь, потому что, ну, можно переехать, да, куда-нибудь жить за 300, но у меня такого желания абсолютно нет. Мне очень нравится место, где я сейчас живу. Я вот просто выхожу погулять. Не знаю, правда, как это будет в дождливую погоду, но сейчас прям все кайфово. Ну, и получается, мы с вами должны потратить 42, по-моему, это тысячи рублей сейчас получается в месяц на хату. Плюс там есть кое-какие обязательные расходы на электричество, что-то там вода. Не знаю пока, сколько это выходит, но по идее, должно быть не очень критично. И остается, по сути, 58 тысяч рублей. Вот мне на 58 нужно жить месяц. Я вчера посчитал, это 1600-1650 лари. Выходит, звучит вообще стрёмно, потому что сейчас я уже привык, ну, в смысле, когда вот с Ксюхой вместе жили, я привык, что я снимал где-то тысячу лари в неделю. Сейчас я ощущаю, что я трачу меньше, но мне кажется, что это где-то две тысячи в месяц, и в 1600 я почти уверен, что я не уложусь. Плюс к этому важно не ограничивать, ну, не то, что не ограничивать, а как бы не отказываться полностью от каких-то развлечений. То есть сейчас я иду, например, там, кстати, открыто, нет? Хочу взять велик на прокат, часок катнуться, потому что погода хорошая, не жарко, не холодно, солнце светит, все, в общем, располагает. Да, то есть это, получается, 20 лари за час велика, а если у меня 1600 на месяц, то у меня 55 лари бюджет на день. В общем, хочу попробовать, что вообще за ощущения, интересно, какие будут итоги. Потому что, блин, не пойму, по траве тут надо идти или что, вот где проход? А, да, еще, ну, положительный момент, я вот в октябре что-то как-то налег на алкоголь, ну, напивайся в основном, потому что, ну, с Ксюхой всегда как-то она меня, ну, не знаю, что ограничивала, но она как-то негативно к этому относилась, она сама не пьет. Вот, а у меня тут день рождения, то да сё, и этот чача-тоник, короче, в общем, я немного, это, подрасслабился. Но при этом, мне кажется, в целом настроение у меня стало лучше, позитивнее. Я больше времени начал проводить на улице, просто выходить погулять. Но этому еще способствует то, что погода стала нормальной, мне не супер жарко на улице. Ну вот, короче, план такой, что мы отказываемся от алкоголя на месяц, смотрим, как это повлияет на мой внешний вид, хотя месяц, может, это мало, не знаю, и плюс посмотрим, чего получится с экономией. Ну вот, то есть я работаю, гуляю, предпринимаю какие-нибудь недорогие развлечения. А, вот как я хочу поступить, у меня будет вот эта вот планка типа 55 лари в день, и если у меня получается, что я за несколько дней сэкономил, и у меня, допустим, образовалась сотка, то я на эту сотку могу поехать на какую-нибудь экскурсию. Хочу, в общем, предпринять такой план. Вот, смотрите, нет границы между морем и небом. Во, вообще непонятно, где море заканчивается, и начинается небо. 20 минут на нормальном велике, со мной все в порядке. Потому что катался на вот этих прокатных желтых, и мне было непонятно, как люди ездят на второй скорости. Ну, третий я никогда не видел включенный, но на второй частенько я брал велик, а у него типа включена вторая. Да, но здесь их типа 9, и, в принципе, нормальное соотношение. То есть, ну, все прилично, я на подъемчиках, да, хотя тут, в принципе, нет подъемов, использую, да, там какую-нибудь третью, четвертую. А напрямую я выкручивал девятую, ну, не прям до конца, но нормально. Вот, а на вот этих прокатных желтых, коло-байк, там реально тяжело ехать на первой, самой простой скорости. Я думал, что, может, я сильно толстый стал, или у меня крутилка, короче, сломалась. Оказывается, нет, все абсолютно нормально. То есть, когда ты садишься на велик с нормальной этой трансмиссией, то все, в принципе, идет неплохо. Понятное дело, что здесь стерты педали и, как бы, очень длинный вынос, поэтому ничего особо интересного не происходит в процессе катания. Но, как бы, просто катнуться за 20 лари час. Ага, у меня на паузу встал секундомер, а я по нему планировал ориентироваться, когда мне разворачиваться. Все, короче, погнал. Время оплачено. Да, кстати, у них есть еще несколько интересных великов. Хочу в следующий раз взять что-нибудь более извращенное, возможно, даже на тонких колесах. А что делать? Подвесов тут нет, бемиков тоже нет. И стритовых, да, там каких-то великов тоже нет. То есть, получается, у тебя либо на широких колесах рама L, ну, нормальный, ну, большой. Либо идти в сторону всяких вот этих, ну, не шоссейников, у них там есть гревел. Гревел, вот. Вон, короче, сейчас они его дочинят, и можно будет взять гревел. Все, короче, погнал.